Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель Георгий Шмонас, работаю на кафедре информационной системы. Сегодняшняя тема – предметная область операционной системы и их внутренние понятия, различия и другие. Как я вам говорил, предметная область операционной системы среди оболочек понятия операционной системы, основные функции операционной системы. У нас по предметной области шесть тем. Первая тема называется «Архитектура назначений и функций операционной системы». На лекции необходимо рассмотреть вопросы. Вот такие вот эти вопросы будут здесь. Понятия операционной системы, виртуальные машины, операционная система, среда и операционная оболочка, эволюция операционных систем, назначение, состав и функции операционных систем, архитектура операционной системы и классификация операционных систем, эффектность, требования определяемых операционных систем, совместимость и нововережественные прикладные программы. Вторая тема – организация вычисляемого процесса. На лекции необходимо рассмотреть вопросы. Концепция процесса и поток, здание процесса и потоки, и волокна, нитки, и мультипрограммные формы, программные работы, аппаратно-программные средства и поддержки мультипрограммных программирования. Затем «Управление процессами и потоки», создание процесса и поток, модели процесса и поток, планирование задания процесса и потоки, взаимодействие и синхронизация процесса и поток. Третья тема – управление памятью, методом и алгоритмом, средством. На лекции рассматриваются следующие темы. Организация памяти современного компьютера, функции операционных систем и управление памятью, распределение памяти, страницная организация и виртуальная память. Четвертая тема – подсистема управления выводом и вводом. Здесь рассматриваются устройства вывода, ввода, назначения, задачи, технологии, подсистема вывода, согласования, скоростей, обмена и фиширование данных, разделение устройств и данных между процессами, обеспечения логических интерфейсов между устройствами и системой поддержки широкого спектра драйверов, динамической загрузкой и выгрузкой драйверов. Пятая тема – пайловые системы на лекции. Здесь рассматриваются основные понятия архитектуры пайловой системы, организация пайловых систем и доступ к ним к каталогу систем, физическая организация пайловых систем. Физическая организация пайловых систем и другие системы пайловые операции, контроль, доступ к каталогу. Шестая тема – эффективы операционных систем и сетей. На лекции рассматривается история семейства операционных систем. Затем – Linux, Unix, дальше Windows, Ubuntu есть, еще дальше. Операционная система Microsoft, отличие от 700 Unix, разница между операционными системами и Windows. Стандарты, графические интерфейсы использовались операционных систем Windows, Ubuntu, Unix, виртуальные системы, можно ли еще посмотреть. Ну, понятия дальше там идут, лекции я к вам запилу еще. Ну, слайды, например, операционная система – это комплекс программ обеспечивающих возможностей, когда цена использована оборудована и другого программного обеспечения, удобного для пользователя образа операционной системы, призвана упростить управление ресурсами компьютера, разработку прикладного программного обеспечения и работу комиссий пользователей. Структура, здесь на слайде на лекции также описана, структура вычислительной системы, понятия, внутренние и там программные обеспечения и вычислительные обеспечения программного обеспечения. Техническое обеспечение, вычислительная центральная память, память, носитель информации, например, между их связью. Дальше взаимодействие с периферийными устройствами. Следующий слайд – основные функции задач операционных систем. Операционных систем как сейчас системного программного обеспечения. Выполняется ряд важных задач – организация программного интерфейса, организация программно-аппаратного взаимодействия, организация пользы эксперт-интерфейса, организация межмашинного взаимодействия. Дальше операционные системы как менеджер ресурс. Операционная система предназначена для управления всеми частями сложной архитектуры компьютера. Представим, к примеру, если несколько программ работающих на одном компьютере будут пытаться одновременно все осуществлять. Такие там управления программами дальше операционной системой предназначают такого рода хаосы за счет буферизации информации, предназначен для печати на диске или на организации очередь, печати направления операционной системы для этого нужны. Дальше вы на лекции будете читать. Желаю удачи к вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok